я уже накрасилась прическу быстренько сделала и хмуро хмуро на сегодня идет мелкий мелкий снег прям мелкий снег охота пущу неволе мы редко бываем с мужем вместе в одно время тем более мы давно не были в кино а именно мы были последний раз 1 января 2021 года смотрю на улицу на улице прям знаете мелкий мелкий снежок но тепло температура у нас тепленькая тепленькая пошла потом говорят будут морозы и так будет периодически то потепление то похолодание сейчас покажу вам свои цветочки они у меня все цветут и цветут орхидейки вот мои цветочки лапулечки как я люблю орхидейки просто красавица и здесь у меня детки там детка подрастает смотрите детка это когда орхидейка выпускает не только цветочки но и выпускает детку вот я почему-то думаю что у меня на орхидеи который мне нужно пересаживать там на цветоносе детка а детки они выпускают только в тех случаях если погибают что-то как-то мне это напрягает красота и вот две орхидеи одновременно распустились и цвет у них близко к друг другу но не одинаковый я не знаю на камере видно или нет здесь вот одна веточка там и там 2 веточка вот они две разные веточки 1 и 2 они очень-очень похожи но разным наверное вы не увидите идет такой мокрый снежутик мелкие 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 но сейчас пойдем на улице вам покажу но тепло даже не знаю что одевать выйду сейчас на лучше посмотрю что там у нас как люди ходят мне кое-что нужно васильке присмотреть и вот я зашла к ним на сайт и что мне нужно мне нужны две подушки мне нужна подушка себе и себе и мальчишкам своим я покупала подушки у нас так они были бамбуковые но вот я хочу себе все же купить знаете гусиный пух надежда тут заказывала недавно подушку из гусиного пуха она сказала что наимягчайшие наиприятнейшие но ты кстати и нету есть только а подушка ортопедическая так подождите потому что я не туда нажала не скорее всего не туда нажала так постельной принадлежности заходим и гусиный пух нет странно разобрали все вы посмотрите так гречневая лузга есть ну мне я хочу вот гусину мне раньше было гусиный пух но это не гусиный пух а под гусиный пух и к ни один гусь не пострадал как говорится но наверное придется что-то другое мне выбирать что-нибудь надо подумать так давайте зайдем в одежду и посмотрим что у нас тут кардиганы так как мы недавно были в магазине с надеждой я там ничего не присмотрела как-то был неудачный шоппинг так футболки маечки давайте посмотрим скоро весна уже а у них здесь новинки я частенько хожу частенько тут просматриваю что-нибудь себе заказываю вот смотрите футболки у них вот такие вот в новинку мечты называется черные 346 размеры и можно увеличить нажимаете прям ну не нажимаете а наводите курсором сюда и в правом углу видно поближе футболки разбирают хочу вам сказать здесь вот есть у нас урк четвертого моего нету здесь есть видите 46 54 56 я беру 52 так а если навести курсором это у нас как будет выглядеть футболочка такая летняя хорошо а какие есть размеры вообще здесь все два нет здесь нет здесь нет 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 значит надо мониторить если хочу купить вот видите все разбирают прям в момент 52 нигде нет заявку нужно оставить все же набрали абсолютно какие футболки классные бирк цвет различного вторых надпись интересная такая так ладно я ищу что-нибудь здесь поищу и и мы сегодня с александром собирались идти так собирались сходить в кино сходим посмотрим погуляем погуляем есть время почему нет лучшая цена что у нас в лучшей цене лучшей цене у нас постельное белье подушки вот подушки верблюд все подушки все подушки надежда у нас купила да нет она себе купила сначала одну маленькую потом побольше декоративные подушки наволочки все что угодно мой какой цвет красивый такой весенний уже хочется весны я сыну говорю говорю у меня два момента жду новый год а потом жду весны сразу же после этого нового года жду весны темный фон но светлый рисунок красиво смотрится ну ладно я наверное сделаю сейчас заказ что-нибудь все-таки выберу потому что подушка мне нужно я вам потом когда буду перестилать постельный белье покажу как у меня подушку уже надо менять ее и буду одеваться краситься вторая половина дня мы сможем дома сына нет мы пойдем в кино сходим посмотрим какой фильм может но может и не пойдем конечно если не понравится сам фильм какой будет погода конечно ужасная но в кинотеатре я думаю снега не будет поэтому мы с александром да зашла я еще фикс прайс кое-что купила мне нужно было и здесь оскона территория здорового сна принципе у них все неплохо вот может быть мы там и посмотрим кровать себе так как мы хотим с александром кровать с подъемным механизмом чтобы можно было туда что-то положить вот так вот я и говорю говорю у них в принципе как бы все неплохо да сейчас пристанут а покупайте сейчас мы не будем же поэтому пристанут поэтому предлагаю перекусить может сначала в кинотеатр а потом уже мы выйдем и перекусим в кинотеатр все одно покор надо взять не я не хочу да ну его на поэтому вот может быть когда мы соберемся покупать зайдем вместе с вами уже по делу просто так мотаться я не хочу так ну что кинотеатр ну что мы пришли в кино и александр хочет попкорн взять я не хочу да ну его нафиг попкорн сейчас разденемся в гардеробе и немножечко отдохнем а вот я хочу что еще показать хочу показать машина какая машинка с открытым верхом кстати красота ну и сейчас хочу вам сказать что были мы в кино очень понравился фильм сейчас я сниму мы в кафе сидим поэтому я могу снять уже вечер в саратове в кинотеатре очень много народу все не хотят дома сидеть все хотят ходить где-то гулять и мы зашли в кафе перекусить так как мы ушли утром а возвращаемся уже вечером сейчас покажу вам сколько в кафе народу маску я сняла маски неудобно ну и как вы видите здесь очень много народа здесь площадка для различных кафе здесь и улей и мистер блин и киевси и макдональд и бургер кинг и где-то больше народу где-то меньше я захотела мистер блин отведать посмотрим что александр возьмет ну и попить я наверное закажу принесет он закажу наверное коктейль так как коктейль я очень люблю просто очень а здесь место под какое-то кафе скоро открытие кто-то закрылся ну что хочу сказать смотрите конечно же метр конечно же метр есть дистанция но народу очень-очень много даже очень много не хватает всем места место очень а такое привлекательное для посещения здесь и магазина здесь и здесь и магазине нет сядет здесь и магазины и различные кинотеатры и развлекательные центры кстати вот у нас открыли развлекательный центр для детишек уже я смотрю там вот прыгают полетайка называется здесь борьба за стулья за место чтобы сесть и покушать как вы видите прям очень-очень много народу а вот убираются не так быстро так как вот оставили допустим поднос и еще не убрали ул и очень красивые там тарелочки сделано такие знаете под да под наверное какой-то южная да что-то южное наверное в двух разных брали кафе макдональд забрали мы а мой любимый коктейль очень его люблю зима лето все равно и мистер блин взяли блинчик с красной рыбкой уже удобно сделано допустим в этих в пакетике мне нужно рубки пачкать очень все аккуратно но александр взял я не знаю с чем блин я ветчина и сыр ветчина и сыр и конечно же двойной чизбургер двойной чизбургер ну и наверное лимонад лимонад да буратино буратино девочки угу буратино ммм вкуснота прям вкусно зачетно а позади тебя кинотеатр из которого мы пришли блинчик ммм я так поняла что мы до ужина просто не дотерпим надо перекусить у и пусть это будет фалорийно девочки один раз живет второй жизни у нас не будет а ведь на завтрак сегодня тоже блины были ну да может ты сейчас зайдешь себе посмотришь кроссовки на весну может ты сейчас зайдешь себе посмотришь кроссовки на весну Нет, мне нужно для телефона обложить. Вот это мне надо. А, шкурка для телефона? А кроссовка мне рада. Кстати, шкурку для телефона я себе купила. Хочешь? Тебе тоже подарю. Хочешь. Ой, девочки, я вам покажу. Вот мы с Надеждой ходили, и я вам покажу, какую я шкурку купила. Классную. Да не одну, а две. Так как на мой телефон вообще трудно подобрать. Да не одну, а две сразу взяла. Да, потому что на мой телефон очень трудно подобрать. Там три камеры. И обычно, знаете, есть такие вот с обратной стороны телефона, она спинка. Что я вам рассказываю? Сейчас я вам попрошу. Просто не знаю, как объяснить вам. Вот у телефона есть только задняя обложка, а передняя обложка открытая. Не книжечка сделана. Не книжка, да. Она, конечно, красива, но у меня неудобна, потому что я боюсь, что у меня поцарапается стекло. У меня есть, конечно же, накладка на стекло. Если упадет, не разобьется или разобьется, но накладочка. Но вот один, одна шкурка, одна книжечка для моего телефона, розовое золото. И еще я купила красную. Красную, прекрасную. Ну и вот я пришла, показала Александру, говорю, купила, потратилась немножко. Александр говорит, а я, а мне, у меня книжечка, ну, вы имеете в виду, шкурка на телефон, книжка уже три года. Я хочу тоже поменять. Я говорю, смысл? Ты будешь менять черную на черную? Почему это черную на черную? Потому что я красную куплю. Розовую. Ну, пойдем когда? Сегодня уже не получится у нас, наверное. А может, получится? Нет, не получится. Получится. А вы не хотите покататься на сиреневом слонике? Классно. Это слоник или лошадка кто-то? Да, возможно. Лошадка, наверное, сиреневая. Вообще прикольно. Ага. Но это, я думаю, реклама. Девушка взрослая. Ну, раз взрослый катается, то и нам можно. Не, не, не. Добрый вечер. А сегодня у нас на ужин будут фаршированные перцы. Девочки, как я их люблю. Для меня это прямо, знаете, самое вкусное блюдо. Правда, возиться с ними не всегда есть время. Хочется после работы быстренько что-то приготовить и покушать. Но вчера был заказ. Я куплю, ярца сказал Александр, фарш, а ты приготовишь. Так как прокручивает мясо, но вообще нет времени, поэтому мы купили готовый фарш. Готовый фарш очень хороший, фермерское мясо. Так что давайте со мной вместе приготовим. Заготовила я уже перчики. Внутри, естественно, все удалила, хорошенечко помыла. И некоторые хозяйки делают без вот этих вот шляпок. Я шляпкой закрываю перчик. Некоторые, я знаю, что не делают, просто накладывают туда фарш и укладывают в кастрюлю. Я люблю, чтобы было закрыто вот этой шляпкой. Подготовила. Подготовила я и начинку. В начинке у меня фарш, лук, рис, морковь. Морковь не всегда добавляю, когда есть морковь, добавлю. Она, знаете, такое разноцветие какое-то добавляет. Нарядности, сочности, яркости в начинке. Соль, перец по вкусу. По-моему, все сказала. Да? Перец черный. Перец с куркумой. Перец у нас идет с орехом. Это специи. Лук, соль. Ну и все остальное, я по-моему, сказала. Теперь мы все это перемешиваем. Все хорошо перемешав, я чайной ложечкой вот так вот туда заполняю фарш. Сильно не трамбую, знаете, потому что если много фарша положить, прям вот так утрамбовать, потом получается фарш какой-то там вот, знаете, такой плотный очень. Мне так не нравится. Вот. И закрываю этой вот шляпочкой. Кто так делает? Наверное, я одна. Ну, не знаю. Я почему-то так всегда делаю. Мне кажется, так, знаете, если вот в казане, то если вот лежа фарш, начинка, она не уплывет. Какие, вы знаете, девочки, еще рецептов фаршированного перца? Я с удовольствием приму ваш рецепт, так как я очень его люблю. Еще раз повторюсь. Заполняю полностью. Заливаю кипяченой водой и добавляю, у кого что есть, кто помидор, допустим, натертый и потушенный, кто томатную пасту. У меня есть томатный соус. Я буду добавлять томатный соус.